В последнее время стало появляться на всевозможных каналах телевидения всевозможные критические передачи по поводу семян. И самое обидное то, что я слышу критику редко от таких людей, которые действительно находятся в курсе данной темы. Ведь если что-нибудь критиковать, надо в данном вопросе вообще-то разбираться. И я просто хочу сейчас рассказать и поделиться с огородниками информацией о семенах. Как производятся семена, какая должна быть упаковка с семенами, как семена выращиваются. Расскажу о некоторых секретах выращивания некоторых культур. Конечно, обо всем я рассказать не могу, потому что данная передача, данная съемка не имеет того формата, чтобы рассказать все возможное. Но все-таки я постараюсь чем-то поделиться, что будет для любого огородника полезно при покупке семян и при выращивании из них нужных для него овощей. При покупке семян обращайте внимание на то, чтобы на пакете был яркий рисунок данного сорта, который вы покупаете. Обращайте внимание, что если стоит F1 перед названием сорта, это обозначает гибрид. Гибриды обычно являются более урожайной, более болезни устойчивые и имеют определенные преимущества перед сортами. Итак, рисунок должен быть красивый, он должен вам нравиться. Это обычно говорит о том, что пакетики не самопроизвольно сделаны какой-то, неизвестно какой компании, а настоящей большой фирмой, которая может делать хорошие, качественные пакеты. Потом обратите внимание на заднюю сторону пакета. На задней стороне пакета должно быть обязательно описание данного сорта, который вы покупаете, а также адрес компании, который данные семена продают. На этом пакете вы можете увидеть адрес и все выходные данные компании Седек. На данном пакете показано, когда эти семена производились и до какой степени данные семена годны. Обязательно на пакете указан также тот фасовщик, который эти пакеты фасовал, и номер партии. По номеру партии мы всегда можем отследить, когда данные семена поступали, и посмотреть, какая настоящая схожесть этих семян, какое их истинное качество. И, в общем, по задней информации на пакете вы всегда можете взять любую информацию о данных семенах, которые вы покупаете. Субтитры создавал DimaTorzok При покупке семян обращайте также большое внимание на то, на степень доверия к компанию, у которой вы покупаете семена. Если вы покупали семена у данной компании в том году, 2-3 года назад, и вам понравилось это качество, то я рекомендовал бы именно у этой компании и покупать семена. Еще, уважаемые садоводы-огородники, моя вам большая рекомендация, поменьше вы верьте всяким телеящикам, поменьше вы смотрите всевозможных телевизионных передач, когда по телевизору показывают и критикуют что-то. К сожалению, у нас слишком много критики. Вообще, в любой программе, почти по любому каналу у нас почему-то все любят ругать. У нас редко что-либо хвалят. Поверьте, не такое у нас в России плохое качество на любой товар, как у нас его критикуют. О тех же семенах я могу вполне сказать это. Я гарантирую качество семян от агрофирмы Седек. Мы сами сажаем все эти семена на своем огороде. Я могу перед вами похвалиться тем, что в агрофирме Седек вообще, наверное, самый большой огород в России. Огород агрофирмы Седек это 40 гектаров. Вы примерно представляете, что это за размер. Почему я называю это огородом? Называю его потому, что у нас там выращивается очень много культур и сортов. Одних только томатов мы ежегодно выращиваем более 300 номинований. Более сотни сортов огурцов. Более 50 сортов баклажанов одних. Около 100 сортов перца. В прошедшем году мы выращивали только одной тыквы 70 сортов. Вы поверьте, мало кто. Да я не думаю, что вообще в России такой огород кто-то имеет. Одних базиликов у нас только 18 сортов растет на огороде. И все эти 40 гектаров засажены какими-то культурами. Это большое количество. И поверьте, все семена, которые мы сажаем на своем участке, они все берутся с тех же мешков, с которых мы фасуем эти же самые семена для продажи. И на нашей земле работают обыкновенные люди. И они такие же самые обыкновенные садоводы, огородники. И они сажают теми же самыми методами. Вообще, знаете, поменьше слушайтесь и возможны критические передачи. Все-таки каждый из вас почти имеет очень большой опыт огородничества. И, положа руку на сердце, часто ли вы именно натыкались на то, что семена, которые вы покупаете, некачественные? А если такое было, то вспомните все-таки, где вы эти семена покупали. Ведь одно дело покупать это у какой-нибудь бабушки на рынке, которая из мешка вам ложечкой насыпает семена. Они, возможно, тоже будут качественные. Но все-таки тут нет гарантии, что данный мешок с семенами не пролежал уже 2-3-5 лет. Здесь тяжело что-либо сказать. Либо вы покупаете, опять же, семена по одному принципу. Лишь бы подешевле у неизвестно какого продавца, в неизвестно какой упаковке. Сажаете их и потом натыкаетесь не на качество, либо вообще, что у вас вместо одной культуры взошла другая. Такое тоже может быть. Но, опять же, вспомните, у какого продавца вы покупали. Если же вы покупаете в нормальном магазине, в любом семенном, я говорю сейчас не только про семена агрофирмы Седек. В принципе, я могу заступиться даже за всех своих конкурентов. Мы все находимся на одном рынке. Мы все уважаем друг друга. Я прекрасно знаю, какая работа происходит у моих конкурентов. Они так же самое следят за качеством своих семян, так же, как и следим мы. Они ведь прекрасно понимают, что раз, два, три попали их семена не очень хорошего качества. Значит, в следующий раз у них будут неохотно покупать. Поэтому я не верю, чтобы у наших каких-то основных конкурентов семена были плохие. Где-то что-то такое в отдельных упаковках возможно, но в целом это маловероятно. Покупайте семена именно на российском рынке, потому что я уверен, здесь именно хорошее качество. И главное, наши семена рассчитаны все-таки для условий России, для выращивания во всех уголках России. Вы постоянный клиент вот этой агрофирмы Садек? Да, вы знаете, поскольку тут недалеко находится наш загородный дом, и очень удобный магазин, расположен хорошо, очень большой ассортимент, великолепные цветы, прекрасно растут на огороде. Да, розы постоянно покупают, потому что здесь и Остиновские есть розы, и розы, конечно, кустами великолепно. Нам очень это нравится. Правда? А вот скажите, Лариса, вы вот семена вот сеяли, вы сколько лет примерно здесь вот... Мы живем там и здесь очень давно, и пользуемся этим магазином давно, и покупали здесь очень хорошие огурцы, семена, ревизы. Схожесть как? Великолепная схожесть, то есть почти в том проценте могу сказать. Правда? Прекрасно, да. А вы знаете, я тоже знаю агрофирму Садек, знаете, больше 20 лет. Вы знаете, я вот вообще, у меня еще говорят и пальцы какие-то, вот другие. Да, вот я что, не посею? В прошлом году я тут тоже как-то набрала много семян, посеяла. Вот, ну хоть бы одно семечко не взошло, все всходит на 100%. Ледочка, вы тоже сюда ходите? Ну-ка вот скажите, как вот вам, вот сейчас вот что будете, хотите купить? Я пришла, да, за сезонными семенами. Я не такой уж прям огородник. Так, но... Но благодаря этим семенам у меня достойный урожай бывает. Правда? Да. Отлично. Ваши все советы придерживаются. Да, книжки, наверное, книги читайте. Но бывало, чтобы у вас что-то не взошло? Да, как правило, такого не бывает, как правило. Дорогие садоводы и огородники. Не надо нам куда-то звонить в Индию, Финляндию. У нас свои российские семена. У нас такие компании, такие фирмы. Компания Садек. 25 лет работают, талантливые руководители, семена высшего качества, схожесть и очень большой ассортимент. Да, и другие у нас фирмы. У нас фирма замечательная Гавриш, у нас НК, русский огород. Вот недавно я взяла там 10 пачек в русском огороде, вы знаете, я посеяла, все семена взошли. Так что у нас поиск плюс. Вот просто очень много фирм русских, наших, отечественных. И не надо никуда ехать, и не надо никуда звонить. Приходите и берите то, что вам надо. И вы будете обязательно счастливы, потому что вы получите богатый, хороший урожай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok